Уважаемый Заграб Грачевич, дорогие друзья, мы встречаемся для проведения плановых переговоров. Ваш визит был согласован достаточно давно, но, конечно, он проходит на фоне серьезных усилий, в которых участвуют многие члены международного сообщества, усилий по разблокированию напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы, мы провели здесь, в этом здании, вместе с нашим азербайджанским коллегой, была достигнута важная договоренность по инициативе президента Путина. И мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими соседями, в том числе по линии Министерства обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате. Ну и, разумеется, помимо этой ключевой, самой горячей темы, у нас сегодня предполагается рассмотрение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества, участие наших стран в различных интеграционных объединениях, взаимодействие на международном арене, включая ООН и ОБСЕ. Рады вас видеть. Еще раз добро пожаловать. Спасибо большое, Сергей Викторович. Спасибо за то, что мы смогли сохранить наши намерения, наш план на осуществление этого официального визита в Москву. Я очень рад быть здесь, в Москве, хотя буквально два дня назад мы провели достаточно долгое время по переговорам для того, чтобы достичь какого-то результата по снижению напряженности и достижению перемирия в зоне наглона Карабахского конфликта. Конечно же, сегодня у нас будет возможность пройти по всему спектру наших взаимоотношений. Мы придаем особую значимость поддержанию динамики встреч. Мы хотя сейчас встречаемся в контексте или формате официального визита, но я очень благодарен, что у нас постоянный контакт по всем направлениям. Мы на уровне руководителей, на уровне наших министерств и соответствующих наших коллег, министерств и ведомств по другим направлениям. Конечно же, повестка у нас достаточно широкая. Глубина наших взаимоотношений и ее форматы достаточно большие. Мы работаем вместе и на международных площадках, и в рамках наших интеграционных процессов, и Евразийский экономический союз, и ОДКБ. Все это является повесткой нашего диалога. Но, конечно же, в иных условиях мы могли бы еще долго говорить о наших союзнических отношениях. Основное внимание, конечно, сосредоточено на развитии ситуации, которая уже стала реальной угрозой безопасности всего нашего региона. То, с чем сегодня столкнулись наши соотечественники на Горном Карабахе, является воплощением экзистенциальной угрозы, которая зрела на протяжении нескольких десятков лет, о которой мы говорили все время. Мы смогли достичь определенного результата благодаря вам, Сергею Викторовичу, благодаря непосредственно вовлечению президента Российской Федерации Владимира Путина. Нам удалось согласовать совместное заявление на министерском уровне о прекращении огня. Мы очень высоко ценим ваш личный вклад и вклад Российской Федерации, и вклад президента Российской Федерации для того, чтобы мы достигли такого результата. Сегодня нам необходимо остановить боевые действия. Роль России в этом остается крайне важной. К сожалению, на данный момент мы не можем констатировать, что на практике мы имеем полноценное осуществление прекращения огня. И буквально до приезда сюда продолжает поступать информация о том, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. И в этом смысле я хочу подчеркнуть важность внедрения верификационных механизмов, которые позволят достичь установления и соблюдения этого режима. За этот период, начиная с 27 сентября, продолжается широкомасштабная агрессия против народа Арцаха. При этом открыто демонстрируются истинные цели силового военного решения Карабахского конфликта и физического истребления населения Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана игнорируют обязательства по размежеванию военных целей гражданского населения. Отсутствие военных объектов вблизи нападения Азербайджана лишний раз подтверждает умысел в действиях Азербайджана, что равносильно военным преступлениям. За время осуществления этой агрессии вооруженные силы Азербайджана атаковали более 120 гражданских населенных пунктов Арцаха, включая густонаселенные города, включая столицу Нагорного Горобаха, Степанакерт, Шушев и другие города. За это время в результате неизбирательных ударов с применением авиации, включая поддержки авиации, поддержки со стороны Турции, в использовании беспилотных летательных аппаратов, артиллерии, тяжелой артиллерии, ракетных танковых подразделений имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения. Есть много погибших и раненых в результате применения Азербайджаном кассетных боеприпасов. По состоянию на 10 октября от действия вооруженных сил Азербайджана и поддерживающих из сил погибло 23 мировых жителей. Более сотни жителей получили ранения, из них 81 тяжелые. В результате агрессии сильно возросло число вынужденных переселенцев. Некоторые из них переехали в другие населенные пункты Нагорного Горобаха. Есть беженцы, обосновавшиеся в Армении. Огромный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, жизненном обеспечении и живому фонду Нагорного Горобаха. Почти 6 тысяч гражданских объектов, жилые дома, квартиры, магазины уничтожены или погреждены. Более 960 объектов инфраструктуры, зданий общественно-производственного назначения, энергоснабжения, связь, водоснабжение, масты, школы, детские сады, домокультуры, фабрики подверглись ударам и частично уничтожены. Были полностью разрушены 25 важнейших объектов энергетической инфраструктуры. Большое повреждение нанесено электросетям по всей стране. Более 10 энергоблоков были приведены в негодность или серьезно повреждены. Эта угроза усугубляется двумя новыми негативными факторами. Прямым вовлечением Турции и переброски иностранных боевиков-террористов в регион из Сирии и из Ливана. Боевики-террористы, религиозные радикалы широко используются в Турции для проецирования интересов нынешнего турецкого руководства и экспорта влияния в соседние регионы. Переброска Турции и иностранных боевиков из Сирии и Ливии в Азербайджан уже не только доказана нашими источниками, но и зафиксирована и озвучена мировым сообществом. Прибегнув к помощи протурецких вооруженных террористов, Азербайджан сам стал платформой для расширения влияния Турции и очагом международного терроризма. Сергей Викторович, сегодня я уверен, что у нас будет долгий, продуктивный, хороший разговор. Мы имеем достаточно большую повестку. Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают